Сегодня 7 марта и хотя на календаре пятница начнем с воскресенья. Впервые днем отдыха воскресенье провозгласил римский император Константин Великий. Случилось это 7 марта 321 года. Ни одно царское распоряжение в истории не соблюдалось с таким удовольствием, как указ Константина. В этот день рынки закрывались, а государственные учреждения прекращали всякую деятельность. Спустя 1646 лет, 7 марта 1967 года, советское правительство развило идею римского императора. Страна перешла на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными. Естественно, трудящиеся отнеслись к брежневской инновации положительно. Правда, вскоре многим из них пришлось отрабатывать в так называемые черные субботы. Под видом производственной необходимости часть выходных дней объявлялась рабочими. Но это было уже мелочью. 7 марта 1853 года. Купец Николай Щетинкин пожертвовал Алексиевскому детскому приюту свой пострадавший от пожара, но вполне пригодный для отделки двухэтажный каменный дом. Находился он на улице Николаевской, ныне Чапаевской. Приют назвали в честь небесного покровителя Самары, святителя Алексия. Юноши из бедных семей обучали здесь грамоте и всяким ремеслам. Получив прекрасное образование, они стали трудиться на благо земли Самарской. Любознательному Александру Беллу учеба тоже пошла на пользу. 7 марта 1876 года. Изобретатель получил патентный телефон. Однако эволюция человеческой связи на этом не закончилась. На смену стоящему на столе телефонному аппарату пришли трубки мобильных телефонов, электронная почта в интернет, а также скайп. День 7 марта можно смело назвать днем советских премьер. 7 марта 1939 года вышла вторая серия фильма «Петр I», где главную роль сыграл известный куйбышевский актер Николай Симонов. Первая часть выдающейся киноленты Владимира Петрова увидела свет еще в 1937 и получила на выставке в Париже высшую премию. Актер Николай Симонов был в этой роли настолько убедителен, что с тех пор художники, скульпторы, да и сами актеры по большей части создавали образ Петра I именно Симонова. Накануне Международного женского дня 7 марта 1962 года состоялась еще одна кинопремьера. На экраны вышла комедия Юрия Чулюкина «Девчата» с Надеждой Румянцевой и Николаем Рыбниковым в главных ролях. История о дружбе и любви пришла зрителям по душе. А Надежда Румянцева, которая сыграла в фильме «Повариху Тосю», стала одной из самых популярных актрис в стране. Образы доротных красавиц и купчих особенно удавались русскому живописцу Борису Кустодиеву. Он родился 7 марта в 1878 году. Сегодня день рождения отмечает Екатерина Давыденко, мастер спорта международного класса, воспитанница тольяттинского гандбола. 7 марта 1941 года в Москве родился Андрей Миронов, всенародно любимый актер. 7 марта именины отмечают Андрей, Афанасий, Варвара, Виктор, Владимир, Ирина и Елизавета. Сегодня день мученика Маврикия. Почему Маврикия, живший в четвертом столетии в сознании русского народа, ассоциировался с прилетом грачей, не может объяснить никто. Тем не менее, именно на Маврикия прилетают домой скворцы, грачи и ласточки. А еще в народе говорили, ранние ласточки к счастливому году. До завтра!